Лев Ильич Лансман Лев Ильич Лансман В 1965-1970 годах учился в строительном техникуме. В 1970 году распределен в качестве мастера на работу в главмостстрой. В 1978 году окончил Московский инженерно-экономический институт имени Арджоникидзе специальность инженер-экономист в области строительства. В 1979 году назначен на должность исполняющего обязанности начальника строительно-монтажного управления номер 121 Треста Мосспецмонтаж. В 1982 году утвержден в должности начальника управления. В 1988 году назначен заместителем управляющего Трестом Мосспецмонтаж. Объекты построены при участии Лансмана. Микрорайон Лебедь на Ленинградском шоссе. Здание Министерства авиационной промышленности СССР. Строительство корпусов А и Б в Кремле. Строительство зданий Горного института и Института стали. Реконструкция колонного зала Дома Союзов. Строительство гостиницы «Октябрьская». Ныне президент отель. Лев Лансман награжден орденом «Знак почета». В 2006 году получил звание академика Международной академии информатизации с правом чтения лекций в международных организациях подведомственных ООН. В 2013 году участвовал в создании столичного цеха деятелей культуры, стал генеральным директором. В настоящее время цех объединяет более 500 тысяч деятелей культуры Москвы. Театры, кино, парки, музеи, цирки, концертные залы, выставочные залы, галереи, дома культуры. В 2022 году Лев начал преподавать в Институте театрального искусства имени Кобзона. Сестра. Лансман Яна Ильинична, 1937 года рождения. Сын. Лансман Игорь Львович, 1988 года рождения. Окончил ГИТИС, бизнесмен. У Льва Лансмана внук и две внучки в возрасте от 4 до 12 лет. Спасибо вам большое, что вы выбрали время в вашем непростом графике. И всю вашу команду вы сняли с места, сняли с работы и, собственно говоря, прибыли к нам таким большим составом. Спасибо вам огромное. Так вот, я смотрел интервью с вами, и вы там первой своей профессией, первой работой, первым местом занятости называете строительство. Я строитель, а потом уже все регалии, которые вы занимаете сейчас. Это важно, и почему вы именно таким образом выстроили свое представление? Ну, это, конечно, важно, потому что я совсем в юном возрасте, то есть 16 лет, стал студентом Московского строительного техникума на Соколе. И кончил его, когда мне было 20 лет, с отличием. В те времена техникумы давали серьезное образование, хорошие учителя. И мой наставник дядя Михаил Клингер, один из тех, кто был в руководстве строительного комплекса Москвы. Он возглавлял строительство Дома кино, Чешского посольства, передвижки здания Московской глазной больницы на нынешнее место. И такой значимый строитель, он, влияя на меня, как старший, порекомендовал поступить в строительный техникум, чтобы почувствовать, хочу ли я этого. Я почувствовал, что захотел, и после того, как был распределен главмостстрой, это главное управление по строительным работам в городе Москве, тогда это единственный глав был до разделения. Я какое-то время работал, параллельно готовился к поступлению в институт, который, собственно, почти все мои родственники кончили. Это Московский инженерно-экономический институт имени Сергуя Джаникидзе и специальность экономика в строительстве. Вот я в него поступил, уже закончил как институт управления, он стал называться, и получил специальность инженер-экономист в области строительства, а позже специалист по управлению строительством. Лев, если позволите, небольшую ремарку, коль уж вы затронули главмостстрой, я хочу отметить очень важного человека в этой системе, в этом главке, и вообще важного человека для Москвы, для России, для Советского Союза. Это человек, затронули человека, который построил практически всю Москву, всю значимую Москву, начиная от Кремлевского дворца, съездов Останкинской башни и Белого дома, и еще там сотен тысяч объектов, руководитель главмостстроя. Президент. Президент главмостстроя, человек, который начинал работать в главмостстрою руками, руками, своими, начал сам клавал кирпичи, это великолепный человек, большой строитель, заслуженный строитель России, Геннадий Моисеевич Улановский. Мы сейчас передаем Геннадию Моисеевичу большой привет. Собственно, нам довелась честь с ним дружить и общаться, мы практически каждый день на связи. Геннадий Моисеевич, низкий поклон вам за то, что вы сделали для Москвы, для России, для Советского Союза. Я присоединяюсь и возглавляю приветствие. Не один год вместе работали, к тому же ровно ту часть моей сознательной жизни в строительстве как раз возглавлял главмостстрой Улановский. А какую-то другую половину первую были другие руководители. Но, тем не менее, все ровно. Он один из тех, кто имел отношение к строительству многих зданий в Москве, гражданских, общественных, жилых. И дай Бог ему здоровья на долгие времена. Что говорить, районы строили как города. Да, Марина, Братиславская, Олимпийская деревня, целые районы строили, застраивали новую Москву в то время, тогда, в 90-е, в 80-е, в начале 2000-х. Ну, конечно, могу лишь только поддержать, что новые районы строили. Я вот занимался в свое время строительством и Измайловского комплекса перед Олимпиадой. Я имею в виду Измайловский комплекс гостиничный. Я занимался и строительством стадиона на проспекте Мира, который уже практически разрушен. И на его месте новое будет объект. Но в Олимпийской деревне, вокруг была деревня, Очакова и прочее. Я вспоминаю, я приезжал на строительство новых объектов, останавливался у бабушек, которые продавали козье молоко или из-под коровы, какие-то домашние соленья. И брал, и это вот была Москва, и такая с элементами деревенскими, и уже новая большая Москва с большими зданиями. Именно так вот Москва строилась, развивалась. Насколько вам известно, что сначала Москва Кремлевской стеной определялась, потом ушла в Бульварное кольцо, потом в Садовое кольцо, потом в Кольцо ЛВ. Поэтому Москва все время развивается и больше, больше, больше. Я, как человек, родившийся в Москве, в самом центре, у Никитских ворот, помню, что было немного машин в Москве. Особенно я был мальчиком в послевоенное время. Многие приехали с фронта, взяли трофейные автомобили с собой из Германии. И они с утра до вечера лизали вечерами, а по воскресеньям ребят окрестных домов катали на этих «Опель» капитанах, «Мерседесах», «БМВ» и «Хорхах». В общем, это все было в Москве. И интересно сейчас смотреть на Москву совсем другую. Но вас мы пригласили не как строителя, в первую очередь, а как человека, который в Москве курирует всю культуру. Театральную, киношную, парки, скверы, концерты, театры. Ну, в общем, все, что можно назвать культурой, я возглавляю действительно. Слово курирует, какой-то социализированное, я бы сказал, организует. Это объекты культуры, к которым можно отнести и театральные, и концертные, и музейные, и галерейные, и парки Москвы, и библиотеки, и различные выставочные залы. Ну, в общем, так я знаю, что около 500 тысяч деятелей культуры в Москве насчитывают мои соратники и коллеги. И все обращаются, как когда-то, совершенно недавно обращались к великому Кобзону, обращаются к вам. Лев, помогите, поучаствуйте там и так далее. Звонки, разрывается телефон, и вы все время... Помогите с квартирой маму положить в больницу. Ну, это на самом деле так, действительно, прось много. Я бы, вот как бы, Лавры Кобзона ни в коей мере к себе не переключал, потому что... Хорошо, Лавры Варшавера. Лавры Варшавера. Ну, Варшавер мой товарищ по жизни, и он в основном участвует в проекте, который я инициировал, называется «Директорская ложа театров Москвы». Просил его возглавить директорскую ложа театров Москвы, и он согласился. И почему просил? Потому что Марк Борисович в этом театре около 50 лет. Он один из самых опытных руководителей, администраторов в театральном мире. Но еще и надо сказать, что он долгие годы проработал с корифеем Марком Анатольевичем Захаровым. И, конечно, они тоже два соратника, ему есть что считать приобретенным от Захарова, что считать того, что создал он в театре, а такого много. И театр по-прежнему считается одним из самых лучших, ухоженных, с большим количеством актеров, заслуженных, народных. В общем, Марк Борисович преуспел, и мы дружим не один год. И вот он со мной в столичном цехе деятелей культуры занимается директорской ложей театров Москвы. Что касается мэтра Кобзона, то я уже занял пост руководителя столичного цеха деятелей культуры во время его жизни. Мы дружили, я знал его семью и очень дружил с его свояками, австралийскими и детьми. Но, к сожалению, его уже нет. Сейчас мы дружим с Нелли Кобзон, которой я и в культурном центре Кобзона встречаемся, и она приходит на директорскую ложу. Помимо этого, я еще преподаю в Институте театрального искусства имени Кобзона, читаю креативный театральный менеджмент. Ну и там встречаемся. Ну вот так. Давайте для того, чтобы у нас... Нет, давай, Андрей, справедливости ради, надо сказать, что интервью с Марком Варшавером вы можете посмотреть на сайте нашего телеканала в библиотеке. Это свежее интервью. Вам будет любопытно узнать подробности отношений Марка Варшавера и Марка Захарова. Будет очень интересно. Да, про становление театра Ленком, про то, как он стал лучшим в Москве. Ну, на самом деле, давай тогда и напомним про интервью Марка Розовского, которую он дал нашему телеканалу. Это тоже прекрасный театр. Где он рассказывал про... Это совсем отдельный театр. Где он рассказывал про Иосифа Кобзона, как Кобзон ему помог отбиться от мафии, чтобы получить театр во время конфликтов мафиозных в 80-90-х годах. Ну, знаете, у Иосифа Кобзона много в его жизни, в его биографии таких моментов, когда он помогал и очень помогал. Что касается Марка Розовского, это тоже мой близкий, очень близкий друг. Недавно, вот несколько дней назад, я был у него на дне рождения в театре, на 65-летие его творческой деятельности. Мы дружим лет около 40. Вот. При мне он женился, родил деток одних, других. Мой сын дружит и учился вместе с его дочкой. Могу сказать, что Марк Григорьевич Розовский, он не просто великий режиссер и сценарист, и писатель, который все пишет для себя, но он еще и очень здорово сохраняет ашкиназийскую культуру еврейскую. Вот даже последний его праздник, о котором я сейчас сказал, его жена спела попури на тему ашкиназийских песен, традиционных, еврейских, которые часто исполняли в свое время сестры Берри. Она, как музыкант, сделала приятное и ему, и всему залу, среди его гостей, а их был полный зал, ну, наверное, половину были, был наш народ. Вот. Он особый. И я открою вам секрет, что я сделал ему предложение стать старшиной столичного цеха деятелей культуры после ухода Александра Анатольевича Ширвинта. Мы договорились, что я днями с ним встречусь и это обсудим дальше, но следом позвонила жена и сказала, что как только я ушел, ему стало плохо, он там, приступ какой-то. И вот, был на консультации в больнице, слава богу, все хорошо, но мы на следующей неделе нашу встречу принесли. Чтобы соблюсти фабулу, давайте начнем с самого начала. Вы родились в Москве в центре. Да. В каком районе, на какой улице? Давайте вам расскажу точно. Я родился в Москве, в районе, если вас интересует, как он назывался в то время, назывался он Советский. Это самый центр Москвы, в то время районов было в Москве до 15, территориально это улица, которая соединяла Бульварное кольцо с Садом. Называлась она тогда, когда я родился, улица Качалова. Но папа мне часто говорил, что эта улица называлась Малоникитская, ее переименовали в улицу Качалова. А вот папа уже нет почти 30 лет, а улицу опять переименовали в старое название, и она называется Малоникитской. Вот. Это самый центр Москвы, я говорил, как раз, я когда беседую с Марком Розовским, у него есть такой спектакль «Песни нашего двора», и я ему говорю, что я вот практически рядом с твоим театром родился, и двор у меня этот сохранился, где я рос. И мне понятно, это твой спектакль, и все именно так, как ты поставил. Вы не поверите, я перебью, уйдет мысль, а наша бабушка Татьяна Леонгардовна Малицкая родилась в театре у Никитских ворот, на этажом выше, на третьем этаже. Когда это были коммуналки? Когда-то не все. Вот в связи с моей памятью, это я примерно говорю, начало 50-х, в этом здании был кинотеатр повторного фильма. Известный москвичам кинотеатр, который очень был любим, потому что там старые фильмы, и советские, но в основном иностранные. Я помню прекрасно немой фильм «Три друга, модели, подруга», который я смотрел с родителями в этом кинотеатре повторного фильма. Примерно в этом здании сейчас находится театр студии Марка Розовского. Чуть левее находилась известная шашлычная в Москве, а чуть правее действительно сохранились квартиры коммуналок в то время, выборочно. А в основном это здание, конечно, осваивали. Ну вот я это прекрасно помню, там все изменилось на площади Никитских ворот. Но главное приятное, что там театр студии Марка Розовского. Да, это как удалось все это отстоять, сохранить, не отдать там каким-нибудь банкам, буржуям на откуп, а сохранить культуру, историю. Это, конечно, великое дело. Даже просто, просто создать, ну вот вернуть это в лоно культуры, сделать из этого театра, из того, что в этом здании происходило последние, там, не знаю, с 20-х годов, начиная, это уже великое дело. Это ремарка, не вопрос. Да, уже можно было бы ставить Розовскому за это памятник. Просто за это, при жизни. Кто был ваш папа? Можете рассказать о родителях? Конечно. И мам, конечно. Как и у многих евреев ашкеназийских, история такова, что тут в основном были те, кто выходцы с Украины и с Белоруссии. Но мои папа и мама выходцы с Украины, их корни там. Папа родился в Житомире, маму, старой Константиновне. И примерно в 20-х годах они, папа раньше переехал в Москву, а потом сделал предложение маме, когда ей было 19 лет. Ну и они поселились в Москве. А как они познакомились? Они познакомились уже в Москве или еще? Нет, евреи не знакомятся в Москве. Есть порядок. Познакомили родители, родственники. Сказали, у меня есть хороший мальчик, у меня есть хорошая девочка, познакомились. Папа приехал из Москвы навестить свою сестру. И в тот момент познакомили и не полюбили друг друга. И началась их жизнь, они прям тут же, папа был такой скорное решение и сделал предложение. И родителям, мама была из семьи купцов второй гильдии, он вне черты оседлости. Он занимался торговлей фарфор-фаянс с многими европейскими столицами. Но во время, это уже послереволюционный период, поэтому папин, мама или мой дедушка написал, что он был стекольщиком, а не купцом. Ну, во всяком случае, они дали согласие на этот брак, и они поехали в Москву. И по дороге рассказывает мама, папа ушел на рынок за чаем, на вокзал за чаем, и поезд тронулся. И его нет, и она дрожала, какая-то женщина рядом говорит, что ты дрожишь? Говорит, вот муж пошел за чаем и не возвращается. Говорит, а ты давно с ним познакомился? Ну, недавно. О, милая, больше его не увидишь никогда. Это, таких случаев много. В общем, она рассказывала, она чуть не умерла со страха, и в это время папа бежит. С двумя стаканами чая. С чаем и с чем-то еще. Ну, во всяком случае, это такая вот семейная история. Они прожили много. Папа умер 87 лет, мама в 93 года. И все это в Москве. Папа работал в системе Моссовета, мама в системе правительства Российской Федерации. Последнее время работал у одного из известных евреев Дымшица, который возглавлял комитет по материально-техническому снабжению СССР. И был заместителем председателя Совета Министров. Она у него работала в финансовой части. Ну, это мои родители. А отец работал в аппарате Моссовета? Или какая-то выборная... Подведомственная организация. Нет, он работал в организации. Называлась она Управление благоустройства Москвы. Сейчас это можно, ну, как бы... То, что занимается небольшая организация. Даже выше, чем департамент, скорее всего... Комплекс городского хозяйства города Москвы. Да, да. Бирюков некий. Возглавляет давно. Вот, пожалуй, это было Управление благоустройства. Значимый человек. Нет, 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 нет. Здесь драматургия гораздо глубже. Вы сказали некий Бирюков. И эта фраза... Петр Павлович. Петр Павлович, да. Эта фраза о многом говорит. Мы не будем продолжать эту тему, но мы вас поняли. Да. А скажите, пожалуйста, какой был состав вашей семьи? И куда вас принесли из роддома? В квартиру? В коммуналку? Сейчас все скажем. В частный... В частный... Но хотел бы... Хотел бы добавить... Хотел бы добавить то, что вы начали про... И я про Бирюкова и про Управление благоустройства Москвы. Его позже возглавлял тоже единственный еврей, который, можно представить, это господин Лившиц, который сначала возглавил одну из крупнейших организаций гормеханизации, а потом и Управление благоустройства Москвы. А потом к нему присоединился господин Габерман, который возглавил Главное управление транспорта Москвы. А Красненский? Красненский значительно позже. Он в аппарате материально-технического обеспечения работал в строительном главке. А потом ему доверил Владимир Ощересин, департамент небюджетного строительства. Он долгое время был, мы вместе работали. Я построил вместе с ними большой объект в Олимпийской деревне. Примерно 160 тысяч квадратных метров жилых зданий общественных. Ну, это вот про Красненского. К большому сожалению, это великие люди, но когда я приходил к ним в кабинет, они были обращены в православие. И Владимир Ощересин, и Александр Ощересин, и Леонид Наумович Красненский. Ну, бог и судья. Однако, я когда им дарил ханукию, сделанную там по моим заказам с присутствием Малахита, они с большим удовольствием приняли один другой. Давайте вернемся к тому, что мне, куда меня принесли из родильного дома. Принесли вот улицы Качалова, дом 2038, это маленькое здание, вот примерно по центру улицы Качалова или Малой Никитской, которая почти впрямую соседствовала с домом звукозаписи или с домом советского радио, откуда вещал Левитан, откуда были программы «Пионерская зорька» и прочее, прочее. Это вот прям почти примыкало к нашему двору. Поэтому и мой брат Леонид Клингер, который сейчас живет в Израиле, и я принимали участие, нас приглашали как дикторов, юных дикторов на московское радио. И мы читали и участвовали в таких программах. У вас до сих пор радиный голос, низкий, вы не задираете в конце предложения интонацию вверх, это ошибка многих людей, оставите наоборот вниз, опускаете, у вас абсолютно радиный голос. Даже с этой петлей, ну, простой, у вас очень профессиональный голос. Что говорить о том, чтобы поставить микрофон такой радиный, с жирным звуком, с низким? Тогда вообще вам можно озвучивать любую картину художественную. Вот, и в моей семье есть старшая семья, старшая сестра. Ее зовут Яна, она, как и многие девочки, дрожала над младшим братиком, родители работали, она оказывала помощь в моем воспитании и кормлении, и хождении в школу. Это приятные годы, 50-е, 60-е. А чем приятные? Почему приятные? Приятные тем, что Москва была не такая продвинутая во всех технологических аспектах, но зато очень добрая и теплая. Если я приходил из школы в квартиру, то те женщины, которые были в коммунальной, они кормили всех детей. Сажали и вкусно кормили, и никто не думал, чья семья, чей ребенок. Самое главное, что он общий, и в этой квартире рожден, и вся его жизнь была наполнена заботой всей квартиры. У нас в «Зените» было с одной стороны шесть комнат в этой квартире, и с другой шесть. Были совершенно разные люди, даже была бывшая хозяйка всего этого дома, древняя женщина, которая видела все, что было и до революции, и после. Хозяйка действительно владела этим домом? Да, да, да. А выдали ей в конце концов какую-то комнату? Оставили комнату, да, вселили к ней множество людей разных. Вот моя семья, состоящая из четырех человек, я бы даже сказал из пяти, потому что была еще домработница, которая там на сундуке спала рядом. Подождите, а мама, папа, Леня, вы... Нет, Леня это двоюродный брат. Они жили недалеко, через несколько... Вы и сестра? Я и сестра. Старшая. Мама, папа, сестра старшая, и вот, я сказал, была домработница. А потом и бабушка какое-то время с нами жила. Ну, в общем, когда мы получили квартиру уже в Малиной Роще, напротив, невдалеке от нынешней еврейского центра, и тогда это просто называлось синагога в Малиной Роще, мы вот улица, выходящая на Сущевский вал, получили квартиру, то в семье говорили, что кухня сейчас больше, чем у нас была комната на улице Качало. А само место, это же дыра, выселки по тем временам. Совершенно верно. Ну, выселки, выселки я бы уже очень не искал, но давайте вот возьмем все, что было рядом с синагогой. Ничего. Там были дома, частные дома, где было написано, осторожно, злая собака. И жил Евгений Банимович, кстати говоря. Ну да, мой товарищ по московской городской думе. Мы с ним советовались. И вот там был такой дом, прям примыкающий к синагоге, где я очень любил, несмотря на вот это объявление собаки, вишню иногда, которая уже вызрела сорвать яблоко какое-то. И вот слева, справа были частные дома. В Малиной Роще вообще было большое количество частных домов. Я даже застал, когда лошади с телегами ездили. Вот я на улице Первая Ямская, там стал жить. И там же была чулочная фабрика на углу Сущевского. И была большая очередь из-под вод конных, которые ждали, чтобы перевозить куда-то чулки, привозили пряжу. Мы этих лошадей кормили какими-то сухариками, конфетками. Просили возниц взять с собой поездить. Это вот был примерно 1959-1963 год. Лошади в этом районе было достаточно много. Я задам вопрос, но немножко забегая вперед, но потом мы в любом случае вернемся. Как у вас угораздило, как Моти Вайсбергу вы рассказывали про подводы и про лошадей, которые скакали по кругу лошадей? Честно говоря, Моти Вайсбергу я... С Берлазаром у нас очень длинная история, которая позже началась. Но в связи с тем, что я длительное время шабатные трапезы посещал. И Моти любил, чтобы я по его просьбе рассказывал об вообще истории Москвы, истории еврейской Москвы. Что иногда и делал. Это я рассказывал тех, кто собирались там на шаббат. А что касается Берлазара, который вы вспомнили, это значительно позже. Я уже работал в фирме российско-канадской по строительству объектов. И к нам приехал знакомиться Берлазар. И они его знали, мои канадские, тоже выходцы из России, но свободно говорили на английском языке. И он тоже кто-то на итальянском. Приехал Берлазар в калоши замызганных. Он никакой машины не имел. Ездил своим ходом. Был похож на такого шлемазого священника еврейского, который намучился. Он не знает ни Москвы, ни этого, как доехал. Нашел наш офис. Многим рассказал какие-то слова. Сделали какие-то молитвы. Рассказал много чего. И я считаю, что наше общее вхождение в еврейство, такое по-серьезному, началось от Берлазара. Он подвижник. Он исходил всю Москву. Еще никаких у него не было регалий. Он просто приехал как посланец любаеческого рэба. Он просто ногами исходил и создал общину. Ту часть, которая вокруг него. А ко мне относился особым образом, потому что у меня от любаеческого рэба был специальный знак. Потому что я помогал когда-то вернуть библиотеку Шнеерсона ему. И когда я получил решение правительства на эту тему, мне прислали от любаеческого рэба такой доллар, сложенный особым образом им, как знак. Я его храню. Ну, это известно, что таким людям, которые особо отмечают, он складывает таким образом этот доллар, который хранит и на многие годы тому, кому он это подарил. Я показал и Беррелу, и потом и руководителю Моти в Айсбергу. Поэтому это были времена. Тогда были братья Койны на Бронной. И это были те времена, когда я им помогал всем. Вы имеете в виду дяди Изя? Дяди Изя еще до дяди Изя. Хорошо. Скажите, а как вас угораздило не стать раввином? Вот забегая вперед немножко. Ну, я бы так вам сказал, что, может быть, я много был с еврейством, но не настолько, чтобы задумываться об этом. Я очень, очень был воспитан своим папой к любви к своей национальности, к своему роду, к культуре. Папа пел еврейские песни, папа справлял праздники. Было тяжело, но даже тогда, когда он сам, вот у нас в Мариной роще, я сказал, переехали, было много еврейских домов. То есть, там жили одни евреи. А кто? Партные, жестянщики, ну, разные такие люди, ремесники. И можно было выйти во двор, видеть, как люди занимаются изготовлением хрена. Как люди делают... Прямо во дворе, в Москве. Во дворе, ну, потому что очень... Ну, маленькие дома, их позже стали называть бараками. Двухэтажные, одноэтажные дома. Вот весь наш двор в Мариной роще. Один новый, который построили мы. А вот замыкающие, были двухэтажные сараи. Люди пользовались дровами. И, естественно, это особый уклад. И во дворе было много еврейских семей. И я вот видел, как... Все они разных направлений. Вот какая-то серьезная еврейская семья, горская. Они там соблюдали все обычаи. И большая семья, они все праздники исправляли. Это было сложно в советское время. Тем не менее. Вот. Другой семье, вот я сказал, вижу, как труд хрен. И он боится, тот, кто этим занимается, что вот слезы текут рекой, крепкий хрен. Но, тем не менее, сделал, приготовил банку и туда. Видел, как делают колесики для того, чтобы печь мацу. Это вот, когда делали сами в домах, и чтобы вот эти дырочки были, то вот такой, как часовое колесик, специально его делали в штативе. И вот делали. И потом, ну, может, продавали, может быть, дарили соседям, чтобы они могли печь мацу. Я видел, как женщины пекли на пуре мументаж и угощали весь двор. Было много того, что сейчас даже с большим удивлением можно подумать, что это была Москва того периода. Вот. А уж не буду говорить, как разговаривали эти люди пожилые. Это такой акцент ужасный, немецкая, и как вот любят передразнивать евреи. Но так говорили пожилые люди все. Не могу понять, почему. Но вот это как что? Можете озвучить? Если уж вы на радио выступали. Ну, могу сказать. Сара, вы уверены, что вы правы. То есть, такой какой-то одесский даже, можно сказать. Это суржик. Это вообще непонятно, что очень такой язык ломанный. Я не могу сейчас сказать, потому что, ну, суржик, не суржик. Ну, во всяком случае, так и разговаривали пожилые москвичи еврейские. Сами тебяют, где вы сохните свое бело. Это уже Одесса. Это правда. А здесь просто такой странный, непонятно, где приобретенный такой пронос. И я иногда стеснялся. У меня язык был совсем другой. Я приходил к своим ребятам домой. Там две женщины беседуют. Я еще с кем-нибудь из русских. Думаю, скорее бы удрать. Вот они так разговаривают. Потом будут передразнивать неделю. Буквально небольшое дополнение. Мы вчера. Это про московскую культуру самого центра. Стояли, ну, вот, около работы, около ВГТРК, ждали автобус для того, чтобы от Белорусской доехать до Пушкинской. Пара пожилая на остановке стоит. Очень прилично одеты. Он в кроссовках. Ну, такие. Но уже вот там за 80. И Кирилл осматривается вокруг и говорит, нам какой автобус-то нужен, чтобы прямо он по Тверской шел. И мужчина говорит, вам нужен первый или тридцатый. Тридцатый. Третий. Ну, неважно. Первый или третий. Остальные не идут. Вы уж извините. Остальные вам не подойдут. Вы уж извините. То есть он извинялся перед нами за автобусы, которые не подойдут нам, кроме двух. Я говорю, вот это вот настоящая московская интеллигенция. И еврейская в том числе с Тверской, с улицы Горького. Вы так говорите. Тверской, моя юность, детство, молодость. Это улица Горького. Горького. Ну да, я сделал поправку. Вот. И у вас абсолютно такая же история. И еврейская, видимо, в Мариной роще. Там тоже были евреи и москвичи. Хоть и говорили они с таким... Разные были. Но вот тот двор и те семьи, о которых я говорил, это вот такие, как потом любили говорить, местечковые евреи. Это, конечно, люди не инженерного интеллектуального труда. Это или цеховики, или люди физического труда. Но, тем не менее, вот это тоже особая культура была. Были и бандитствующие люди. Евреи. Евреи. Я вспоминаю, когда играли в карты, и русские, и евреи. Там был некий Зяма один. Он пьяница и занимался ремонтом обуви. И вот у него такой финка лежал, и у этого Зяма боялся весь двор. А мы гордились, что этот Зяма такой сильный духом, что не еврей, и побаиваясь его тоже. И это наша гордость еврейских ребят. Этот был Зяма, который способен был на многое. Поэтому в Марино-Роще особое было место. Это, конечно, не то, где я родился, Никитские ворота. Марино-Роще – это такой бандитствующий, такой район особый. Вы помните разговор с дядей по поводу техникуму строительного? Какие он аргументы приводил? И почему вы сразу согласились? И что папа говорил? Честно говоря, я бы обманул, если бы сказал, что дядя привел аргументы, который сразу согласился. Аргументы приводили, разные. Во-первых, я уже был в Марино-Роще, и много был в компании ребят, которые родителям не нравились. Поэтому я был рекомендован в техникум, а не должен был до 10 класса доучиться и поступать в институт. Они боялись, что еще чуть-чуть я сорвусь где-нибудь. Поэтому они в серию хотели, чтобы я поступил в техникум дневной. Теперь, что касается, хотел ли я строительство? Не хотел. Потому что я, как и многие, в то время мечтал быть или артистом, или космонавтом. И даже я говорил, что я хотел бы быть уголовником. Но я неправильно следователем хотел работать во многих. Где я только не хотел, но не строителем. И когда мне предложили стоять, я обиделся на родственников, думал, неужели они во мне видят только того человека, который выйдет на стройку и будет в растворе, бетоне, кирпичах и все прочее. А, извините, то, что ваш дядя преподавал там... Нет, он не преподавал мне... Нет, дядя был начальником строительного управления уже в те годы. А техникум, наверное, был в подчинении? Кадры, да, поставляли? Ну, не в подчинении, а совершенно верно, как вы сказали, они общались, исходя из того, что у них был договор с техникумом по поводу поставок мастеров на строительное производство в том числе. Поэтому он сказал, вот я знаю этот техникум, знаю, кто там преподает, что и посоветовал. Слушайте, но ведь Марина Роща, бандитский район, окружение в то время было же наверняка ого-го какое. И если вы не идете в девятый класс, идете там в ПТУ или в техникум... Нет, нельзя путать в те времена. ПТУ или техникум. ПТУ это, ну, как совсем кисло. Это рабочие... А техникум он выпускал руководителей. Есть перспектива дальше поступить там в МИСИ. Нет, не надо, можно сразу занять первую должность мастер. И из МИСИ мастер, только с перспективой подниматься. А после техникум перспектива, если ты будешь продолжать учиться, то будешь и старшим прорабом. Ну, то есть, можно сказать, что вы ходили по острию ножа. И можно было... То, что я ходил по острию ножа, это сто процентов. И теперь-то можно об этом говорить, потому что вся Мария Рощинская братва, это плохо. Это и подворовывали, и пили, и что только не делали, потому что окружение было совсем другое. И после того, как ты вышел во двор, после школы, то, конечно, папа с мамой приходили поздно, и я и голубями занимался. И папа дошел до того, что эту голубятню сломали в бульдозе, потому что там обнаружили, что мы воровали голубей. В общем, я ходил по острию, вы правильно сказали, и было плохо. И после того, как я поступил в техникум, все кончилось сразу. Потому что рано утром уехал в техникум, и потом приезжал уже к ночи ближе. Потому что появились друзья в техникуме, всякая после занятий учебная и неучебная работа, спорт. И улица, и Марина роща ушла. А спорт какой? Да, спорт. Извините, а вы же занимались единоборствами? Я занимался вольной борьбой. Рядом с синагогой, и рядом с моим домом был Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Он и сейчас есть МИИД. И там в дворце спорта и с другими ребятами мы пришли и занимались борьбой. И я, наверное, много достиг больше, но после того, как у меня первый разряд был, на каких соревнованиях неудачно провел прием, сломал в двух местах руку, и уже после этого я не возвращался к борьбе. Но с борцами дружил всегда. Но вы же сейчас ходите, спортклуб, занимаетесь? Я уже не занимаюсь. Я хожу несколько... У меня лучшие условия дома, как вы сказали, в каком особняке вы жили. Тогда я жил в особняке общего типа коммунального. Между прочим, вспомнить про этот особняк, дом на улице Качалу, Малоникицкой, там не было даже душа. Вы представляете? Один туалет на 20 человек. Хорошо. Давайте сразу параллель. А сейчас, что вы можете себе позволить? Я просто видел в окно, как вас привезли на шикарной машине министерского типа, министры и там чиновники класса А, у вас охрана, охрана у меня давно была и не была. Разные есть в соответствии с тем, что в жизни происходило. Потому, что я вел такие программы, где, может, это было, наверное, необходимо. Но это все уже было. Но примерно в конце 90-х, 2000-го года я смог себе позволить покупку дома на Рублево-Спецком шоссе в небольшом коттеджном поселке, который администрация президента вместе с Гусинским делал там у меня ВИП-дом с большим участком, гектар, чуть больше гектара земли. С двумя прудами, с лебедями, с утками, с гузями, с цаплями, я не знаю. Вот все то, что я в своем детстве хотел и любил, ведь у Никитских ворот не только кинотеатр повторного фильма был, но еще и зоопарк и планетарий через дорогу. Поэтому я был влюблен в животных очень. И мне нравилось ходить в зоопарк и смотреть. И когда представилась возможность, я вот завел всех, кого хотел бы. У меня появилась и овчарка, немецкая собака, и появились, вот я вам сказал, и лебеди, и утки, и цесарки. Я не знаю, кого только у меня нет, и они в свободном ходу. То есть, если я выхожу в лес, то вот они гуляют, там никаких загонов и клеток нет. Если лебеди, то они плавают в прудах. Если рыбы, они живут в прудах. Если гуся, они гуляют и ныряют. Ну, в общем. Овчарка с кем дружит? Овчарка дружит со мной. А спит где она? А спит в отдельном доме на границе леса. И у меня так участок, чтобы животные не выходили, он сеткой огорожен, лесная часть. И вот на границе стоит домик овчарки. А к вам не забегают в дом? Ну, вот у меня особо... У меня нет. Она может пытаться или хотеть, но этого в доме не принято. Я бы не хотел никакой ни грязи, ни того, ни другого, чтобы в доме было что-то постороннее, кроме чистоты. Поэтому вот я завел такой порядок, и никаких ни маленьких, ни больших собачек, ни кошек в доме нет. А я выхожу на улицу с большим удовольствием, беру собаку и выхожу в лес. Так, мы остановились на техникуме. После того, как вы этот техникум окончили, вы пошли к дяде? Нет, я был распределен. Это были те времена, когда все, кто заканчивали или средние специальные учебные заведения, как техникум, или высшие учебные заведения, как институт. Было распределение государственное. И вот меня распределили сначала в такая организация, называлась ГлавАПУ. ГлавАПУ? Архитектурно-планировочное управление. Да, да, да. Потом... На Маяковке. Да, потом что-то вот мне показалось не совсем жил, когда я увидел, что мне рада над доской чертежной и прочее. Я хотел живой работы. Обратился, и они... Сложно было, но они переделали распределение в ГлавМОС-3. и сделали в ГлавМОС-3. И была такая организация, называлась Главное управление по специальным монтажным... Не главное, а просто управление по специальным монтажным работам в Москве. Они занимались монтажными работами, лифты, электроконструкции, какие-то... Ну, это специальные работы, и монтажники-высотники тоже были в этой организации. Достаточно большая. Вот. И... Я... Был распределен в Трест МОС-Проммонтаж. Это такая элитная строительно-монтажная организация, в то время возглавляемая прекрасным еврейским управляющим, что было крайне редко, но... Вот он достиг некие Холоденко Михаил Израильевич. Ничего он не менял, был Израильщем, но тем не менее авторитет был высочайший, и вот у него было подчинение несколько управлений, в одно из которых я попал, и там долгое время работал. Вот. А потом уже и надо было, стал готовиться к поступлению в институт, как я вам говорил, и опять пошел в институт, который, собственно, и моя мама училась, и дядя училась, и сестра училась. То есть, вот этот московский инженерно-экономический институт, он на Подсосинском переулке находился, тоже в самом центре Москвы, у Курского вокзала. Вот. Я поступил и стал учиться. А как у вас произошел вот этот слом восприятия и в профессиональном плане изменения строительной отрасли? Инженерного на гуманитарный. Да, инженерного на гуманитарный, строительства, на курирование культуры и возрождение культуры, и как вообще это произошло? Это ведь из огня и в полумяк. Есть люди разные, есть люди жадные на события. Я один из вот таких людей. Есть просто, как знаете, в еврейской пословице, вот я встал и стою, стою, стою. Вот я пошел и пошел, пошел. Я нет. Я все новые интересные для меня неизведанные направления, я всегда в них шел, мне было интересно. У меня был такой эпизод в жизни, что я поступал в Московский Государственный Институт Международных Отношений. Мои родственники назвали МИМО, не МГИМО, а МИМО. Но это как второе высшее было, да? Почему? Это до инженерно-экономического. Я прошел колоссальный путь. Вот те, кто знали этого, это нужно было, чтобы тебя рекомендовали у тебя на работе. Написали характеристики и утвердили. Потом в высшестоящей организации партийной комсомольской характеристик. Потом в райкоме комсомола, потом в райкоме партии, потом специальная комиссия по рекомендациям МГИМО, райкома партии, и после этого только ты мог эти документы уже с печатями серьезными, где был написан гриф особо секретный документ, отправляли в институт международных отношений для поступления. Но тем не менее, я, сдав экзамены, не нашелся в списках зачисленных и спросил почему, и мне сказали, что вот такое решение. Я на апелляционную комиссию, меня пригласили, опять с этим вопросом, мне сказали, что не видят необходимости зачислять меня в институт, так как я не работаю в системе МИД, МВТ и внешторга. МИД, МВД и внешторга? МВТ, Министерство внешней торговли, не внешторга, а внешэкономбанк, ВЭП, внешэкономбанк. В общем, все, что внеш, я не работаю, поэтому зачем меня принимать? Я бы, если у меня нет образования, я поэтому и поступаю. А тогда мне сказали, наверное, реальные вещи, ну, вы же хотите на вечернее отделение? Ну, а я вот как бы не планировал дневное. Ну, тем не менее, вот отказно и отказно. Но, как моя сестра говорит, ничего страшного не произошло, потому что потом я стал заместителем председателя комиссии по культуре Мосгордумы, и мне вменили международную деятельность, в том числе и культурную международную председателем комиссии по культуре Герасимов Сергеевич Владимирович, он не был, он есть. Вот я в настоящее время являюсь заместителем председателя комиссии и советником первого и единственного заместителя председателя Орлова Степана Владимировича. Вот. Поэтому я как бы занимаюсь много международными и у меня неплохо было бы образование иметь, но уж как есть многие выпускники МГИМО со мной советуются и специалисты и все. И ректор наверняка звонил не один раз. Да, с ректором Старкуновым. Вот несколько дней назад был день рождения у Никаса Сафронова, народного художника оси, где вот весь бомон собирается в ресторане в особняке у Евтушенкова, это АФК система. Вот мы сидели вместе с Старкуновым, беседовали с ректором ГИМО и разной темы. Редкий, редкий, наверное, может быть, один исключительный человек, выпускник МГИМО работал в строительстве. Редкий. А в культуре кроме вас вообще никого не было, кто бы со строительным образованием занимался вопросами культуры, курировал и, собственно говоря, возрождал А у Капкова, кстати, какое образование? Культуру. Ну, он экономист, он не строитель. Нет. У Сережи вы имеете? Да. Нет. Смотрите, были, конечно, известные ребята, которые пришли в кино и в культуру из Месси. Известны их. Ну, давайте их перечислим. Хазанов. Ну, Хазанов, Астрахан. Винокур. Астрахан. Да. Христенко. Да. Да. Который муж... Голиковой? А, нет. Министра, женщина была министром, Христенко ее муж. И еще ряд... Илья Олегаставик, пожалуйста. Ну, в общем, смотрите, мы можем стараться вспоминать, но речь идет о том, что были. Я в культуру пришел, вот, несмотря на то, что в моей семье очень любили и музыку, папа играл на инструментах, мама ходила со мной в московские театры, интересные и спектакли, и балеты, и оперы, и, в общем, как вот такая московская интеллигенция водили в определенные театры, детей приобщали. Ну, это как бы база, то, что должно было быть. А потом так сложилось, что когда я строил вот этот проект большой в Олимпийской деревне, я собирал такую маркетинговую верхушку, чтобы сказать, кто там купит квартиры. И тут появились разные артисты, и Филипп Киркоров, и Алла Пугачева, и Илья Резник, и там много других, и особенно я сдружился с Ильей Резником. Мы долгое время были вместе, и вот он меня втянул в разные тусовки культуры связанные, и где мы только не были с ним, он знал всю мою жизнь, я его, и мы даже выезжали с концертами на Кипр, с разными. Ну, в общем, это было начало, и долго продолжающееся, а уж потом сплезившись с Евгением Герасимовым, но на строительной теме, ему, как известному депутату и деятелю передали кинотеатр Минск для создания культурного центра, киноцентра, и он не знал, что с ним делать, он говорит, Лёв, помоги мне, как строитель, и я с ним вел этот проект, а дальше больше, я определенное место занял рядом с ним и в культуре, потому что у него масса других дел, я, собственно, так само произошло, что я в культуру стал больше ощущать, чем Евгений Владимирович, я именно в составе, не в оболочке, а в составе, потому что ему и некогда, он часто меня спрашивает, а это кто, а это, есть этот телефон, ну, не было возможности. Но это было давно, наверное, лет 15-20 назад, когда он только-только вот приступил к депутатству. Нет, он уже, вот, Евгений Владимирович, я не помню, шестой или седьмой раз будет, как, вот, Орлов седьмой раз, а когда я с ним сблизился, он был второй или третий, уже, но не в первой. Ну, а на ваш взгляд, кто из современных, в современном мире, из современных людей для культуры московской сделал больше всего, вот, если брать чиновников, там, Кибовский, Кульбачевский, Герасимов, Капков, вы, там, ну, не знаю, и Хазанов, и Монныч. Я бы ответил, каждый свою лепту внес, никто больше, никто, начнем с того, с кем, о ком я говорил, Герасимов, вот, то время, которое он возглавлял комиссию по культуре, он много старался, надо, надо пояснить нашим телезрителям, что есть законодательный орган, очень мощный, парламент Москвы, парламент города Москвы, который называется Московская городская дума, и один из депутатов, как правило, авторитетный в московской культуре, возглавляет комиссию, и в этой, в Мосгордуме есть комиссия, комиссия по законодательству, я теперь понял, что вы правы, комиссия по культуре, комиссия по образованию, он первый председатель комиссии по культуре, для этого он просто был депутат, по справедливости, по справедливости, надо сказать и отметить, что Евгений Абрамович Банимович, председатель комиссии по образованию, человек, который сделал вот Москву такой, которой она сейчас является в смысле образования, который возродил... Исходя из того, что мы дружим, я и работаю на комиссии, потому что он член комиссии по культуре в том числе тоже, и вот я начал говорить, Евгений Владимирович, конечно, он много сделал для киношников, много в законодательной части, и что самое главное, деньги, это бюджет на культуру, он всегда был одним из главных поборников, чтобы это было больше, и на особо важные для культуры направления. А что касается Банимовича, вы сами сказали, он много... Образование, это культура, но он много говорил о книге, о необходимости сохранить в Москве библиотеки, различные направления литературы, и он, безусловно, много сделал. Можно сказать и о Капкове. Капков это человек, который перевернул старой линиицу прошлого, и совершенно новое направление культуры в Москве создал. Начал с парка, которым возглавлял культуру Горького, и в Москве увидели, я вспоминаю этот парк, где московская молодежь приходила ногами на лавке и становилась и пила пиво из бутылок, а вдоль набережной стояли устаревшие американские аттракционы, которые шумели, виска, крик на весь этот район. Все это вычистили, сделали образцовым парком, я бы сказал, лучшим парком, одним из лучших в Европе, больших, красивых, никому в голову не стало приходить там что-либо хулиганствующее или неприличное делать, и мэру создал авторитет, уже тогда Собянин был, себе авторитет, и московской культуре, а потом, конечно, на фоне этого он стал руководителем департамента, и при нем многие театры в реконструкцию, много оснащений новых, появилось много совершенно неожиданных авторов и режиссеров, тоже благодаря ему. Даже сам факт Серебренникова появления, кто бы как ни относился, это Капков в том числе, и многие другие. Позвольте, я небольшое пояснение еще сделаю, вот то, что Москва стала, ну не знаю, таким же городом, как Барселона, то есть люди повыползали из своих квартир, повыползали с кухонь, перестали сидеть круглогодично за кухонным столом, выпивать, курить и разговаривать, это заслуга двух человек, в первую очередь, это Собянин и это Капков, он идею создал сделать Москву Барселоной номер два, а может быть и номер один. Самое главное, что Барселона теплая, а Москва то не теплая, и нужно было создать интерес людей выйти на улицу в разную погоду. Конечно, начиная со стартапа с Парка Горького и потом музеон и потом Зарядье и потом все, вот то, вы правы, те прекрасы, которые мы сейчас видим в качестве парков и рекреационных зон в Москве, это Капков, вот поэтому мы его помним. Никто не скажет, никто не скажет, что Капков не оставил места. Он, во-первых, при нем создали столичный цех деятелей культуры, и я помню в Думе то организационное которое было при нем, во-вторых, дело даже не в том, что Приком создали, в том, что он не боялся революционных поступков в культуре, хотя иногда и признавался, что он что-то не знает, знает меньше театр, меньше то, меньше то, но он знал точно, как сделать так, чтобы людей действительно, как вы сказали, вытащить из домов и вывести на улице, да не по пустому делу, а для того, чтобы и дышать, и вдыхать запах прекрасной столицы, красивой. Я тоже маленькую ремарку, а вот эти вот уважаемые господа, которые нам развозят посылки, доставка еды, они даже не представляют, что вот своим, своей возможностью такого гужевого транспорта, они обязаны Лексутову, который тоже придумал, который тоже придумал даже зимний велосипед, они гоняют по сугробам, по слякоти и имеют такую возможность, благодаря этому человеку. это вообще великое, не менее, не менее великое дело для Москвы, Лексутов, то есть, вот все, что с транспортом, начиная от автобусов, которые шли от МКАДа, по выделенной полосе до самого центра Москвы, по всем трассам федерального значения, и заканчивая МЦД, МЦК, Д, БКЛ и так далее, это все. Да, Андрей, а Лев дал возможность Лексутову посадить велосипедистов за руль и самокатчиков за руль, как все связано? Мы не скажем, никто не скажет, конечно. Глав МОС-3, и вы. А теперь я бы хотел сказать следующее. Возможности уже не как стройка, а как культура. Мы, понимая, что это развитие, впустили в наш уклад московский этих разводчиков. Хотя, мнения разные. Вы помните, как мэр освободил Москву от палаток, которые везде ночь больших ковшей. И оказался прав. Конечно. То есть, он нам, он предложил, как и Капков, прокатиться москвичам на машине времени. Я увидел Москву, о которой я вам рассказывал, потому что это было ужасно. Смотреть на эти вегвамы торговли, это ужас. То же самое можно сказать про рекламные растяжки. Теперь, что касается наших разводчиков. Это особая культура. И лексутов, и городские власти, мы все должны эту культуру привести в состояние городского интеллигентного движения одного продукта к другому потребителю. потому что вот видеть ребят, которые на высокой скорости снуют по тротуарам, это приятно, пока он кого-то не тронул. На моих глазах очень много событий, у меня бумаг много, которые просят запретить в парках, запретить в определенных зонах. Слово запретить не хочется служить, но это опасно очень. Я уже не буду говорить, что развозчики уносят культуру приготовления еды дома, уносят культуру уборки города совершенно другую. Вот я часто бываю напротив Московской городской думы, есть сад Эрмитаж, и он небольшой камерный парк, сад, где приятно мы гуляем с Банимовичем иногда, и болтаем, но туда на большой... А как он вас зовет? А? Как он вас зовет? Или на вы? Нет. Левушка меня зовет Варшавер. Вот. Он такой Алло, Левушка. Да. Ну и там есть такой интересный человек, как Ян Клович, это продюсер Ленкома и директор Высоцкого. Тоже так же зовет Левушка. Вот. Но вернемся к тому к разводчику и к Эрмитажам. Иногда вот красивые молодые ребята лежат на газонах, мне нравится, как в Лондоне, как везде. Но как все это убрать, как вот они катают этими колесами по красивым газонам. Это все нужно организовывать. Сделайте велодорожки и вся проблема будет решена. И я думаю, что конечно, вот это то, о чем надо создать сети в парках. Они их не испортят, но во всем случае сохранят сто процентов и газоны, и настроение, и все. Но я говорю, культура меняется, потому что в небольшом камерном парке, когда привезут еды в пяти сумках, начинается такой шум крик, что парк перестает быть парком. Это вот такой гул молодых людей. Это собственно хорошо, прелесть. но были бы выделенные места, а вот везде, где особенно когда погода хорошая, появляются компании ребят, которые едят, пьют и громко очень разговаривают и хохочут, иногда с присутствием любимого языка второго. Это многих, кто постарше, не устраивает, но это не критично. Это не критично. На чем вы заработали свой первый миллион долларов? Могу сказать удивительно, жил не очень хорошо, определенные были в жизни обстоятельства, и моя жена, искав, как меня правильно применить, она нашла объявление двух компаний, одна Мэри Линч, а другая Прайс Ватерхаус, они как бы искали специалистов, экспертов в области строительных проектов. экономики. И она сказала, давай позвоним, позвонили, они сказали, что спасибо, взяли мою анкету, сказали, пока нет, мы вас будем обязательно иметь в виду. и действительно через какое-то время позвонили и пригласили Мэри Линч и с такой просьбой сделать экспертное заключение на проект строительства в московском регионе консервного завода. Рыбного или весного? Нет, консервного завода. На мой взгляд, он имел отношение только к группам овощей, мяса. Вот, ну, я уж не помню, прошло много лет, вообще, было ли там на это ставка какая-то. И я приехал с женой, она прекрасно знала английский язык, она-то кончила МГИМО, и она из такой махровой семьи, интеллигентно-номенклатурной, ее дядя, председатель КГБ СССР, семичастный, ее тетя, там, жена руководителя комитета по науке и технике Кирилля, ну, в общем, такая семья очень интересная, и она умница. и вот она со мной поехала в Мэри Линч, и там сказали, что вот будет три тура, где нужно мне пройти сначала, если понравится то, что я напишу, мне будет заплачено около семисот долларов, потом, если я захочу в другой тур, там примерно от двух тысяч до пяти долларов, потом последний гонорар, значительно выше, но не сказали сколько, и сказали, что отчет должен быть на английском языке, и вот такие-то сроки, такие-то таблицы, в общем, я писал, она переводила, это все не особенно долго, для меня это было несложно, и первый раз, когда я сдал отчет, приехал, и когда мне объявили, что семьсот долларов мои, ну, приятно, они, кстати, очень пригодились, второй раз, по-моему, четыре тысячи семьсот долларов, или восемьсот, около пяти тысяч, мне было приятно, что я был оценен второй раз. но это были восьмидесятые или девяностые? Какие восьмидесятые? Какая Мария Ильич восьмидесятые годы? Это был 1996-й, 92-й, не помню, что-то на куске 94-го, это 96-го, по-моему, могу путать на несколько, на год, на два. Извините, да-да-да. Кончилось тем, что мне объявили уже после третьего раз, что если я хочу, я могу выйти на жюри, для этого нужно сделать отчет на 72-х листах, картинки, расчеты, таблицы, все это сделать, написать, и раз так успешно предыдущее прошло, почему бы и не попробовать, я так себе решил, что почему бы и не попробовать, и я попробовал, она отвезла сама туда эту работу, это было еще, не было Мари Линч, здесь представлено было только представителем, они не открыли еще тогда свой офис, вот, и сказали, пригласят были наши телефоны, и долго не было, как бы и деньги понадобились, я так шуткой сказал, может, долго нас не вспоминают, и вспомнили, через какое-то время пригласили, просили быть женой, и одетый, одет красиво, сказали, как, тогда же, в принципе, если и появлялись мобильные телефоны, то только-только, и то не у всех, да, и вы, вот когда этот звонок прозвенел, наверняка, домашнего телефона, это был, конечно, домашний телефон, это был звонок счастья, да, это был вообще, звонок даже не ей, а ее бабушке, по определенным обстоятельствам, наш телефон мы не оставляли, бабушке ее позвонили, они жили на Пушкинской, там где вот Макдональдс был, ну и сейчас, вот, и я услышал, как просили позвонить, позвонили, и вот нам сказали, чтобы мы оделись, прилично, ну, красиво, торжественно, вот так сказать, и обязательно женой, ну, мы пришли, были смущены, и вот сидела представители разных кустов этого Мэри Линч, и сказали, что вот решением жюри, мое заключение признано лучшим, вот, они рекомендуют на уплату гонорара первой там группы, ну, приятно, и для этого нас пригласили в финансовую часть, спросили, куда надо деньги перевезти, и все прочее, и стали оформлять документы, и я, а вы не знали сумму изначальности? Нет, мне никто, я несколько раз, мне интересно, я, она говорит, неудобно, не прилично, ничего не говорит. Уже от супруга говорит, что не спрашивает. Да, и в последний момент, когда мне дали бумаги, я что-то смотрю, не могу понять, ну, в общем, я увидел, что 27 тысяч долларов. Но это же гигантские суммы. Я думаю, 27 тысяч долларов после, это прелесть. Стал смотреть, и что-то вот с каждой новой бумагой я не мог понять, что происходит. Пригласил ее, я говорю, ты вот поняла, какая сумма? Что здесь вот так, например, она говорит, мне кажется, 2 миллиона 700 тысяч. Я говорю, что? И, в общем, я покрылся ежиками, как говорят, покраснелся, асправдил. И тут мы, как бы, не означаясь, просили, нам подтвердили, что 2 миллиона 700, определились с налоговым исполнением этой суммы, и вот с этого, пожалуй, начались чудеса. А завод построили консервный в итоге, по вашим заключениям? Ну, конечно, построили. Но я никакого отношения к строительству, я и забыл про это. И еще вот два вопроса на основе тех реплик, которые вы сказали. А телефон вы свой не оставляли из-за того, что она племянница семичастного? И что это? Были другие в моей жизни неприятные вещи. А можно спросить, вот как раз это второй вопрос, вы сказали, что вот у вас был период, ну, трагический. Ну, был, я бы не хотел об этом говорить. Знаете, как есть такое с миллионом, на миллион, или как-то, когда спрашивают, или миллион, или сожгите вопрос. Вот я его хотел бы сжечь. Это связано с травмой? Да. Понятно. Хорошо. Скажите, вы сказали, и начались чудеса. А какого рода? Ну, поймите, человек, который много детствовал от отсутствия денег, и вообще не родился в семье, где деньги были большой нормы, там все было очень экономно и скромно, когда появились даже после налогов и всех дел там, что мы должны достаточно большие, это совсем другая жизнь. Ну, совсем другая. Во всем. Вот. к тому же это не единственный генорар, был еще один меньше в прессе Ватерхаус. Вот. Ну, потом это все ушло, потому что они свои штаб-квартиры и офисы, они уже сами все делали. Вот. Но я вошел в проект в Олимпийской деревне, поставил там за долгое время проект большой, жилой, и мне проект делался лет 10 или 8, так, и это время надо было жить, нет, других видов заработка у меня не было, и мне надо было жить, за все платить, и вот, если бы не эти деньги, которые были, это совсем другая история. Помимо этого, была мама, которой надо было помогать, ну, в общем, сын маленький, его надо было поднимать. В общем, эти деньги разошлись как бы полезно, я думаю, вот, пока я не дождался другого гонорара уже от строительства комплекса в Олимпийской деревне, после его успешного, мучительного завершения, потому что он вместо нужных двух-трех лет делался около десяти лет. А какой самый масштабный проект в вашей жизни, чем, какой, какой из проектов, может быть, он еще запланирован впереди, может быть, он не закончен, может быть, он был сорок лет назад, тридцать, но вот какой самый главный проект вы поставите свой на первое место? Не семья, не дети, не жена, а я считаю, что в любом случае, я же им сказал, что стройка главная в моей жизни, поэтому это наиболее запоминающая часть моей жизни и я многих проектах участвовал, но я вот два больших объекта делал, которые знаковые, я и награжден был государственными наградами, званиями, я руководил в своей части реконструкцией колонного зала Дома Союзов, это вот дворянское собрание в определенное время, руководили разные, еще Улановского не было, были другие люди, вот, и я там беседовал с Виктором Васильевичем Гришиным, тогдашним первым секретарем Московского городского комитета партии, и был такой Андрей Шрейбер, это зам главного строя по науке, это вообще такой памятник с интересными конструкциями, казаков сделал, применялись немецкие конструкции, в общем, интересный объект, я на нем работал и днем, и ночью, это была такая стройка века, потому что после нашей реконструкции должна была начаться Московская городская партийная конференция 19-го, где должен был быть и Брежнев, и все, 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 все политбюро, и гнали к определенной дате и мы успели. Вот, это издружило, и многие люди после этого стали еще ближе друг к другу, именно на этой стройке. Вот это, я бы считал, что для меня один из самых интересных проектов. а в культурном и еще один, я сказал, два, я был в таком же статусе руководителем своей части строительства, тогда называлась гостиница Октябрьская, сейчас называется это президент отеля. Вот я руководил строительством и тоже определенное место в моей жизни. А в культуре? Я в те годы объекты культуры в стройку не вписывал. мы не в стройке, мы говорим тем, чем вы занимаетесь сейчас. Но могу сказать, главный проект это, конечно, создание столичного цеха деятелей культуры, который, ну, в общем, такому человеку, который пришел в культуру и стройку, как вы и сказали, казалось, что это невозможно. Однако я его создал, и та первая встреча, о которой я говорил в Думе при Капкове, там же был и Табаков, и Соломин, в общем, все те великие старцы, которые уже ушли, но... И Сервинт. Да, все, все были и с большим интересом мое предложение принято, и все. Ну, а потом я уже сделал объединение, ведь культурой занимается во всех министерствах и ведомствах Российской Федерации Москвы. Я это объединил, стал узнавать, как они занимаются культурой, помогать деятелям культуры. Это был проект вообще во времена Печатникова, если вы знали, Леонид Михайлович. Вот мы вместе с ним вручаем. А потом зам мэра Москвы по социальным, где была культура, здравоохранение и образование. Вот мы с ним этот проект делали, интересно, и до сих пор дружу со многими, когда мои друзья и родственники видят, как ко мне приезжают руководители культурных центров Следственного комитета России, МВД, ФСБ, службы судебных приставов. Это ровно те, кто нашлись в те времена, и что это знаково интересно. Ну и вот вы встречались с Марком Борисовичем Варшавером, проект директорская ложа театров Москвы очень успешен. И все его цокают и хвалят и говорят, что это успех. Ну мой сын продюсер этого проекта, он кончил ГИТИ с бизнесом, помогает. Ну а конечно организатор я, Марк Борисович руководит как глава ложи. Я ему всячески в этом помогаю, понимая, что у него времени ни на что другое нет, потому что он большой театр и задач много. Но тем не менее мы как бы нашли возможность друг другу помогать и вот этот проект существует и успешно. А теперь вот я эту неделю занимаюсь тем же самым, но уже с музеями, художниками. И будет галерея художников проект. Это на Ленинградском проспекте выставочном зале. Думаю, в конце этого месяца будет презентован этот проект. мы вам дадим участников самых модных актуальных среди молодежи. Можем вас аккредитовать там приезжайте. С большим удовольствием. Можно вашу ладонь? Можно. Для телезрителей. Если вам на ладонь положат таблетку бессмертия, что вы с ней сделаете? Выкину. Выкину. Я хочу ровно того, что человечество заслужило и Бог дал. Бог не предполагал людям бессмертие. Знал почему. И у меня нет спорных моментов. Желание жить дольше это не желание быть бессмертным. быть бессмертным это быть оторванным от людей. Вот это мне совсем не хочется. И мои близкие, и совсем, и менее. Они все были молодыми, были средними, старились, уходили. и мы делали грустные глаза, сожалели, но знали, что и мы когда-нибудь наступим в это неприятное, но обусловленное жизнью действие. Поэтому зачем мне другого, в отличие от других людей? Нет, это мне не надо. Вы не номенклатурщик, потому что номенклатурщик бы сказал, Сергею Собянину отдам. У нас время вышло. Вышло, но я-то. Да, мы обязаны вас отпускать, потому что вам через 40 минут нужно быть у Лины в Винер. спасибо большое. Спасибо. Спасибо.